Добрый день дорогие друзья любители шахмат здесь на Ческом.ру С вами говорит гроссмейстер Алексей Ермолинский и третий турнир нерапретендентов. Следующая наша партия. Кирилл Алексеенко против Яна Непомнящего. Ну говорим опять об участниках расположившихся в противоположных концах турнирной таблицы. Ян выиграл замечательную партию в первом туре черными и в общем полтора очка из двух имел. Кирилл проиграл во втором туре и имел пол очка. Но белый цвет теперь ведь первые две партии Кирилл играл черными. Пошел он Е4. Значит я скажу так что мало я знаком с творчеством Кирилла Алексеенко. Но знаю что он из Питера, а я в общем-то коренной ленинградец сам. И очень хорошо знаю тренера Кирилла Андрея Михайловича Лукина. Мы с ним играли вместе в одной команде за сборную Ленинграда. И встречались много раз в разных чемпионатах города и так далее. Ну в общем я понимаю приблизительно направление в котором Андрей Лукин работал бы. И к чему он своих учеников бы вел. Сейчас разумеется известно стало что Кириллу помогал во время турнира сам Петр Иоаннович Свидлер. То есть вот такая петербургская школа. Ну замечательно много ожидаем. Много ожидал я от Кирилла. Я вот сказал тогда я же не знал что турнир оборвется. Когда все стали говорить вот Алексеенко он там все тонет. А я все равно сказал он выиграет. Он начнет выигрывать партии. К сожалению просто турнир оборвался. Но надеюсь что когда возобновится или что там они собираются делать. Кирилл сумеет все таки показать что он парень непростой. Так вот. А Яну ответил ему ходом Е6. Ну опять же можно рассуждать по разному насчет этого. С одной стороны подготовить новый дебют к ответственному турниру всегда очень хорошо. Заманчиво. Многие шахматисты как скажем Кируана так поступают. Даже когда особенной этой надобности нет. Когда и с другими дебютами все нормально. Здесь не знаю. Может быть Ян подумал все таки что опасно играть Найдров. Ну разумеется опасно. Но опасность это дело знакомое для Яна Непомнящего. Мне кажется все таки не его эта игра. Ну я там разные истории рассказывал на эту тему. Но скажу вот такую вещь что Гарри Каспаров когда-то отметил что вот шахматист играет свои дебюты вот коронные. Скажем он играет сицилианскую черными. Вот играет староиндийскую или какие-то бинони там в общем. Там получается как что в основном он стратегию свою ставит по черным полям. Ну в сицилианочке. Ну родное же самое дело пойти где-то с Ж5 удрузить потом коня на Е5. Ну вот на этом мы живем. А в староиндийской ну понятное дело что там по черным полям творится. И вдруг тебя перестраивают. Может быть тренеры сказали. Говорят да что ты все проанализировано давай посмотрим. Может ты как-то подумал. Может чьи-то партии понравились. Но ведь тебе же потом сидеть играть. Тебе потом за доской сидеть и разбираться с этой позицией. А она какая-то другая. Она какая-то бывопольная. Ну ладно. Это такая точка зрения. Но я думаю что зерно-то истины в этом есть. Скажем для Дреева. Ну вот играет человек всю жизнь миранский вариант. Там славянский. Ну для него французская и каракан. Ну самое родное дело. Ну все же то же самое. Ну ладно. В принципе все эти разговоры они. Казалось то во время партии штуран их еще вести. Может быть даже рановато было их вести. После. Этой партии. Которая закончилась в общем и целом. Для Яна благополучно. Ну вот. Дальше то была еще одна партия. Но в принципе забегать вперед я не буду. До этого момента мы еще доберемся. А пока партия третьего тура. Да еще вот этот вот. Вариант Винавера. Ну скажем пойти все таки коня в 6. В классический вариант. Но там игра немножко стратегически попроще. Это уже все таки довольно глубоко зашел в это дело Ян. И сыграли с ним аж 4. Но этот ход за последние там 25 может быть лет. Может быть даже 30 уже лет. Ну стал весьма популярным. Представляет из себя серьезную угрозу. Для черных. То есть конечно ферзь G4 наверное остается основным вариантом. Там. Ну вот там какая-то такая игра. Но там конкретные варианты. И неважно даже какой опыт там скажем у непомнящего или кого угодно во французском. Но когда идет конкретная игра тактика. Ну там наверное все таки было бы легче бы Яну разобраться. Просто за счет своего таланта и способностей. Но вот после аж 4 это не так легко. Тут есть конечно форсированные варианты. Но иногда вот как вот эта партия. Она принимает такой довольно затяжной характер борьба. И вот здесь. Ну в общем черным не так просто принимать решение. Сыграно было ферзь G7 и довольно быстро. Но очевидно аж 4 при подготовке Яном рассматривалось. И он отмел вот те старые варианты. Где черные принимают жертву пешки. Идут ферзем на а5. Потом на а4. Ну по такой ключевой партии Каспаро Фанант. Еще аж с 92 года. У меня кстати какой какой опыт там был. За черных. Я играл это несколько раз. Ну вот он ферзь G7. В общем идея стандартная. Там взять на D4 дать шаг. И Кирилл на это отреагировал стандартным ходом куни в 3. По моему мнению. Я это сказал сразу же во время партии. Добро пускал. Говорю ну все таки ход не принципиальный. Белым надо ходить аж 5. Ну опять же не будем забегать вперед. Так было сыграно. Но потом. Здесь проблема хода куни в 3. В том что в идеале вообще белые хотят угрозой аж 5 аж 6 заставить черных двинуть свою пешку на аж 6. И потом ферзь G4 если это получится выигрывает в силе. Поскольку черным уже на такие варианты с отдачей пешек G и Аж идти не придется. Не получится. Там теряются эти пешки. Белая пешка Аж уже на полпути к превращению. После коня в 3 ферзь белых не выходит. То есть в какой-то степени идеи пропадают. Какие-то можно даже сказать. Ну играют белые варианты коня в 3. Обычно да. Вот Фишер у него были проблемы. Не получалось. У парня ферзь G4. Проиграл там Ковачевичу. Там еще какие-то партии проиграли. Ульману по-моему. Я уже не помню. И перешел на коня в 3. А там вот у него стало срастаться. Но Фишер играл А4 всегда. То есть он пойдет коня в 3. Черный к ферзь С7. А он А4. Вот это А4. Не пешку Аж. А пешку А2. А почему это ключевой ход? Потому что вот этот стандартный маневр. Вызвать слона на Д7. И теперь отвести своего слона. Воспрепятствовав размену слонов. Он известен. Но теперь черные могут своего слона поставить на А4. Что, например, Ботвинник очень любил. Ну вот обычно так это идет. Но здесь что? Во-первых, если белые двигают А5, продолжая свой план. Как было в партии Каруана против СО. Весли ответил так. Дал шах. Ну, ладью отдавать рановато. И перевел партию даже не из Тмиттершпиля. Из дебюта перевел в Эншпиль. Ну, черных в французском Эншпиле. Думаю, что все в порядке. Да, у белых может быть какое-то давление по линии С. Там может. Но, тем не менее, у черных порядок полный. И Весли вообще эту партию выиграл черными. Так, я думаю, белым играть не надо. Вот интересный ход Короля Ф1. Оставляя там ладью на линии А, чтобы поддержать А4. Конь Д7. И могут даже выйти так ладью. Посматривая на этого Слоника А4. А что он там делает. Ну, тогда черные, скорее всего, запирают. Ну, здесь вообще я свои комментарии просто прекращу. Поскольку мой личный опыт игры в французском крайне негативный. Я так и не понял этого дебюта. Несмотря на продолжительное занятие. Результаты были ужасные. В общем, нечего мне здесь сообщить. Играть можно. Ракировались в длинную сторону. А Кирилл отошел с Ваном на Е2. В чем же была его идея? Значит, он рокировался. Ну, А4 все равно. Ход неплохой. Он так плановый. А заготовлено было следующее. Что если черные выигрывают эту пешку? Ну, еще смотря как. Если они скушают ферзен, тогда вообще все замечательно. Слом бы пять шаг. И партия выиграна. А когда они возьмут так, шаг все равно нужно дать. Ну, наверное, придется все-таки играть король f8. Я так думаю. Ну, вот здесь. Ну, что, собственно говоря. Да, лишняя пешка. Но ферзи на доске. Черный король. Понятное дело, не рокирован. Вадьяна H8 вне игры. Парень ЕЦ можно... Можно что-то сделать. В общем, выглядит это довольно опасно для черных. Поэтому Ян от этого дела отказался. И партия приняла такой более затяжной характер. Очень правильно играет Алексеенко. Слона давать нельзя. Каким бы он не выглядел плохим, вам наговорят там тренеры, малоквалифицированные по плохих слонов. Но когда у тебя преимущество в пространстве, у тебя вообще не может быть плохих фигур по определению. У тебя и ладьяна А2 хорошая. Ну, а слона, у которого нет оппонента по черным полям, безусловно, надо сохранять. И вот такой ход был сделан. Ну, это вот вспоминаются замечательные партии Бориса Васильевича Спаскова, который легко так... Ну, вообще человек такой легкий был. Играл так вот. Такие решения принимал легко. Ну, что, стройные пешки, ну и замечательно. Ну, хороший ход. Надо немножко вскрывать игру. Что делать черным? Ну, вроде бы компьютеры там, да и люди вслед за ними рекомендовали взять пешкой. Ну, честно говоря, мне это не очень нравится. Ну, здесь понятно, что белым С4 играть нельзя. Если они пойдут С4, черные просто берут, и там двойной удар на слонов. Но это совершенно не нужно. Надо пойти Ферзь Д2. Тут есть такая хитрость. Значит, мы играем по линии Б, правильно? Ну, по идее, что должны черные делать? Ракероваться, вывести вторую ладью в игру, ну и как-то разменять по линии Б там. Ну, да, но рокероваться нарвешься же на слон бьет А6. Даже если черные сыграют так, и даже если они берут этого слона на Д3, там все равно очень у белых будет неприятная, очень длительная инициатива. Там не просто играть черными. Я вообще не уверен, что черными так вообще можно играть. Может быть, черными так играть просто нельзя. Для меня ясности нет здесь. Ну, играть комбио Ц5 было еще хуже, поскольку белые играют так. Наконец они избавляются от коня на Ф3, который, ну, по большому счету, не нужен. Выставляют слона куда надо, ну и теперь и Ферзь Ж4 идет. Ну, опять же, рокероваться в короткую сторону это равносильно самоубийству. Причем у белых значительное преимущество. Поэтому Ян взял Ферзьом. Это правильный ход. Теперь так, Б5. Вывели, отошли. Отступил. Ну, жертвовать на Ц3 было необязательно. Я согласен с Кириллом. Он предпочел пожертвовать качеством. Нам с добром эта идея очень и очень понравилась. Мы считали, что это замечательная идея. Слон остается на А4. Вот так вот. Пешка Е5 надежно защищена. Конь замечательный на Д4. Ян правильно играет. Такого коня надо выменивать. И вот пришли они к ключевой позиции. Здесь опять же, вот эти компьютерные оценки, они, ну, как-то комментаторов, в общем-то, многих сбивают с толку. Я понимаю, люди должны работать в темпе. Поскольку сроки сдачи, выдачи на гора, они буквально измеряются часами сейчас. Если не минутами. То есть нужно как можно быстрее. Эти оттормошат. Эти там, не знаю, телефон у тебя трезвонит. Там, я не знаю, какие-то выскакивают сообщения на разных там, я не знаю, вообще там, ватсапах, сваках там, не знаю, кто чем пользуется. Ну, в общем, надо гнать вперед. И тогда, ну, естественно, надо смотреть на компьютер. Но вот одно дело, компьютер в тактической игре, это замечательно. А другое дело, когда компьютер тебе говорит, что у черных здесь лучше. Ну, не выглядит здесь, что у черных лучше. Ну, просто, ну, вот, ну, никак не выглядит. Или что тогда, Алексейенко, дурак, что ли? Ну, белых замечательная позиция. Вот они говорят про ход G5. Последствительный знак. Идея чудесная, на самом деле, за черных. Вот что получается. Допустим, если белые берут, то неожиданно, откуда ни возьмись, можно взять на C2. И если белые делают выигрывающий ход, владея C1, то они, на самом деле, партию проигрывают. Вот такой страшный удар, вы можете поверить? Бить-то на проходе нельзя, там, шах с H2. И потом свон теряется с шахом. А на любой отход ферзя, последует ферзь H7, ну, в общем-то, уже и все. Мат грозит с H1. Ну, все это, конечно, так. Ну, во-первых, в этом положении фигур. Белые все-таки могут нормально пойти с луны F6. Ну, у белых, ну, что такого плохого? Ну, возьмут черные на D3, белые на H8. Такая позиция, ну, я не знаю, мне трудно такие позиции оценить. Ну, я не думаю, что у белых хуже. Но все-таки черный король там, не знаю, где-то болтается. У черных нет никаких там проходных. Ну, может быть, где-то какая-то ничья может быть. Но не так, уж никак у черных здесь не лучше. Я не могу в это поверить. Потом, ну, не уверен, опять же, насчет взятия на G5. Может быть, есть какие-то другие продолжения. Но, тем не менее, трудно спорить с компьютером. Ход G5 был хороший. А вот был ли хорошим, скажем, ход король F8, я, очевидно, так не посчитал. Не хотелось ему своего короля ставить на королевский фланг. Куда и ладья белая сейчас приходит. И, в общем-то, придется иметь дело с четырьмя фигурами белых. Ферзь, ладья и два слона. Поэтому он пошел G6. Ну, здесь, опять же, значит, компьютеры у всех заверещали, начали лампочками мигать, ну, прямо как новогодняя елка. И все говорят, что нет, не H5, надо было ходить, слон бьет G6. Показывают выиграющий вариант за белых. Ферзь Е7 надо. Теперь шаг такой точный и очень точный ход H5. Белая без ладьи. Но черные просто не успевают вывести слона с А4. То есть, фактически, это выглядит больше, как белые играют без качества. Ну, а без качества что? Сейчас начнем шаги давать. На какой-то ход H4 там, что там смотрели, шаг дается, ладья продолжает двигаться вперед. Теперь она с G4 хочет дать шаг. Ну, в общем, здесь черные просто развалились. Защиты нет никакой. На самом деле, вот, возникает вопрос, почему Кирилл не нашел такое? Ну, вот, Андрей Михайлович Лукин. Наверное, его готовил в таком направлении. Ведь, ну, учил его играть в шахматы. Ну, вот именно так. Я думаю, что это связано все-таки с пиететом определенным. Ну, вот, надо как-то все-таки играть солидно. Ведь это же турнир претендентов, но здесь такое не проходит. Да проходит и не такое, на самом деле. В общем-то, ну, а что с другой стороны? Какие другие надежды? Если играть в солидные позиционные шахматы, ну, трудно рассчитывать на то, что удастся переиграть более опытных противников. То есть, вот в этом отношении, мне кажется, люди почему не находят тактику? Да потому что они ее не ищут. Ладно. А что касается Яна, почему он не нашел ход G5? Почему он не нашел вот эту гениальную идею вот с этим вот ходом F5 потом? Ну, кажется, ведь это Ян непомнящий. Ну, если кто-то такие вещи видит, ну, это Ян. Я думаю, дело было в том, что вот эта французская, ну, вот, ну, вот, как-то вот она настроила его не на тот лад. В принципе, оба противника разочаровали на этом отрезке, и партия, ну, по большому счету, она уже ничем не осталась. Здесь мы думали, с Добровым было, что белые, может быть, могут все контролировать, не спеша надвигать, но потом мы поняли, что немедленное сдвоение по линии G дает черным контрыгру очень сильную. И белым, ну, просто никак по-другому играть нельзя, как вот делать то, что и сделал Кирилл Алексеенко. Он пошел вперед. Что, в принципе, сильно, конечно. Черным не стоило уходить в защиту здесь. Если бы, скажем, в этом положении сыграл бы непомнящий ладья G7, белые, я думаю, с удовольствием задвинулись бы до конца. Теперь сдвоения по линии G нет. Ну, надо, сыграли бы теперь ладья 1, ход, который Владимир Добров очень агитировал за такой ход, воспрепятствовать контр-игре. Ну, и потом потихонечку обработка. Там G4 можно двинуть. Может быть, где-то и на А6 туда все взять. Яну, разумеется, это не нужно было. Он, потратив некоторое время, принял волевое решение, все посчитал. Ну, пошел вот так вот. Ну, ладья C1 не помогала совершенно. Поскольку есть удар с вон Д3, и все равно у белых ничего, кроме вечного шаха. Нет и быть не может. Таким путем партия закончилась ничью. Ну, что ж, интересная партия такая. Ну, в общем-то, нам казалось, честно говоря, что где-то я наделался легким испугом. А Кирилл все-таки еще, ну, вот, психологически к тому, чтобы выигрывать, оказался не готов. Ну, вот такие у меня впечатления. Ладно. С вами был гроссмейстер Алексей Ермолинский. Продолжаю работу. Гроссмейстер Алексею